Там это ну-ка придумывает палетки, все придумывают новые палетки, тем временем на эти... 30 баксов стоит одна такая тенюшка. Бренд Селены Гомес, Rare Beauty, выпустил пудру и унитазы. Слишком хорошо, слишком хорошо! В одной палетке, да. Мысли неоднозначно, будет интересно пообщаться. Неоднозначно, мне не нравится. Всем привет, сегодня на канале супер необычный формат. Во-первых, у нас в гостях Маша. Всем привет! Если вы еще не знаете, да, у нее есть свой канал на ютубе, ссылка внизу в описании, у Маши очень хороший контент и очень хорошо поставлена речь. Я знаю, что у меня есть фанаты хорошего повествования, вот Маша хороший пример. И сегодня мы будем снимать формат бьюти новостей. Для меня это вообще суперэксперимент. Вот, мы будем вам рассказывать, что классного вышло. Мы постарались расположить новинки примерно в хронологическом порядке, начиная с июня, но, конечно, наша мысль забегала то туда, то сюда, какие-то новинки были связаны. Начать мы хотим с запуска российского бренда Arrive Makeup, который сам по себе, честно говоря, довольно юный. И вот они сначала запустили полную линейку косметики, и в начале лета у них вышли палетки. Да, было три палетки. Это палетки мультихромов. И как будто бы нам обещают, что это что-то очень сияющее, сверкающее, летнее, карнавальное. На самом деле, интересный запуск. Обзор на эти палетки у меня вышел совсем недавно. Я там поделилась своими впечатлениями. Можете заходить смотреть. Поэтому мы дальше перемещаемся по нашему ходу событий. Да, и мы, конечно же, к нашему главному поставщику новинок. Который весь год стабильно нас снабжает контентом и палеточками. И, конечно же, это бренд Наташи Динона. И сначала за лето была анонсирована коллекция Golden в потрясающем, на мой вкус, оформлении. Оно какое-то все литое, действительно ассоциируется с золотом, чем-то вот... Ну, не дешевым золотом, но таким вот богатым. И мне сначала показалась интересная палетка хайлайтеров, но я быстро поняла, что они все просто разного цвета для разных цветов кожи. И зачем именно иметь три хайлайтера, непонятно. А сама палетка, кажется, мне подкрепляющая не слишком понравившуюся мне тенденцию последних палеток у Наташи. Потому что как будто бы очень много похожих друг на друга оттенков. Если это какая-то монохромная история, когда ты палеткой можешь делать полтора макияжа, я хочу, чтобы в ней было, ну, шесть оттенков максимум. И то я для шести оттенков люблю большее разнообразие. А покупать за много денег, не помню, сколько, примерно 65 долларов палетку, которая дает тебе крайне маленькую вариативность по макияжам. Да, понятно, что там разные текстуры, чуть-чуть разные подтона этого золота. Но, на мой взгляд, нужно быть прям большим фанатом этого золота, чтобы себе покупать такую палетку, в которой один макияж, полтора макияжа, несмотря на то, что в ней сколько? Шестнадцать оттенков, пятнадцать, еще очень много. Да, но мне кажется, что вообще вот это же Голд, да? Голден, простите. Но вот у нее же была палетка Голд давным-давно. Да. Мне кажется, вот она интереснее, чем эта. Мне тоже кажется, что она интереснее. Там больше вариативности, больше каких-то комбинаций можно составить. А это прям совсем моно какая-то. Ну вот в прошлом году выходила палетка Юка у Наташи Динона. Она тоже сочетала, как и изначальная оригинал Голд-палетка, что-то такое зеленое и что-то такое золотое. Но там было меньше золота, чем в оригинале Голд. И как будто бы она взяла Голд и сделала из нее две миди-палетки. Юку и вот эту. Но с другой стороны, судя по всему, очень хорошо продаются эти полностью нюдовые палетки. И, ну, слава богу, если дела идут в коры. Ну да, да. Ну и вот следующая палетка тоже. У нее есть пятерка она выпустила. Она называется она Мини Роуз. Мини Роуз. И здесь, ну, мне кажется, что концепция пятерок для меня ближе. Потому что это как-то удобнее. Просто мини-палетки. И здесь как будто бы логичнее подбор цветов. Что есть темный, есть какая-то яшка, есть оттенок в складку. И текстура тоже разная. Этого как будто вот достаточно для макияжа. И, наверное, это ОК-палетка. И мне нравится, что здесь на сводчах, по крайней мере, розовый, холодный. Здесь, кстати, есть какая-то комбинация температур. Мне такое тоже нравится. Потому что это тоже дает разнообразие макияжей. То есть ты можешь сделать более персиковый макияж, более розовый макияж. И сочетание розового и персикового макияжа. Я хочу сказать, что вот эта вот палетка Роуз впервые за, ну, года два, по крайней мере, у меня вызвала какой-то интерес среди бренда Наташи Динона. И я ее заказала. О, да, 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 да. Ну, я, короче, не заказала. И у меня в целом бренда Наташи Динона очень спокойное отношение. У меня была палетка Мини Ретро. У меня есть Мини Ретро и Мини Голд. Она, как бы, она красивая, но на мне она вообще не такая, как в палетке. Ой, она ни на ком не такая, как в палетке. Она кажется розово-зеленой. На деле она персиково-серая. Да, да, да. Просто мне персиково-серый на себя тоже понравился. Плюс там, опять же, сочетание текстур. Короче, у меня теплое отношение к Пятерке Мини Ретро. И вот со времен Мини Ретро вот это мне понравилось больше всех. Ну, конечно же, Наташа Динона на этом не остановилась. О чем вообще речь? Сколько еще нужно сделать монохромных палеток, чтобы удовлетворить все запросы? Да, как обычно, у нас есть спойлеры. У Наташи Динона, мне кажется, всегда есть спойлеры. Она, как бы, сначала регистрирует торговый знак за... Вообще... Тщательно скрывает. Да, очень тщательно скрывает. Никто никогда не знает, и всегда есть эти сливы. И вот у нас недавно совсем появились два вот таких вот слива палеток тоже мидиа формата. И одна это вот туда же к Мини Голд, Анида Ньют. Ну, тоже очередная, короче, нюдовая, только светленькая палетка. Да, да, да. Она, мне кажется, как будто бы... Ну, короче, то же самое. Здесь вроде больше немножечко температур, но мне здесь не нравится, что нету совсем темных цветов. Контрастности, да. Очень много чего светлого. Реально, я не очень понимаю, почему нельзя было сделать один темный хотя бы, прям который, ну, прям темный, глубокий, который бы позволял, ну, сразу бы добавить гораздо больше макияжей. Ну, откровенно говоря, у нее вот в предыдущих ее таких же монохромных палетках есть эти темные, что они нравятся мне больше от этого. Ну, так просто она еще меньше мне нравится. Я согласна, я согласна. А вот эта вот палетка показалась мне очень интересной. И она мне, кстати, напомнила вайб палеток House of Kiss немножечко, потому что вот это вот сочетание теплого, розового, теплого, зеленого и при этом какого-то затемнения, короче, это мне показалось интересно, но довольно быстро выяснилось, что это все неправда. Это кто-то придумал, и, суть по всему, Наташа Динона... Она планирует, кажется, как раз по торговому знаку запускать палетку с таким названием Rosewood, но оттенки-то будут другие. Ну, вообще, мне кажется, можно было подумать, что это фейк, просто потому что слишком много цветов в одной палетке, да, типа, это не Наташа Динона, это что-то, короче, придуманное. Раз мы вспомнили, скажем, пару слов про House of Kiss, это российский инди-бренд, который сделали дистрибьюторы Lime Crime, бывшие в России, вот у них как раз такие немножечко более фантазийные. Оттенки, и у них, на самом деле, еще весной был запуск с продолжением их части «Глаза никогда не врут», там появилась вторая и третья палетка, и также почти сразу вышла более большая палетка Space Garden. Но люди по своим предзаказам начали получать эти палетки только сейчас, в середине лета, и это, ну, были и обоснованы претензии к бренду по поводу того, что позже отправили, чем собирались. Я хотела тебя спросить, что ты вообще думаешь об этом запуске, об этом бренде? Меня не очень интересует этот бренд. Ну, вроде бы интересные там какие-то цветовые подборки, что они в целом заморачиваются над концепцией хоть сколько-то, в отличие от там масс-маркета, например, который мы видим там в Магните или еще где-нибудь. Но в целом вот сердце не лежит, короче. Прям вот нет, я спокойно абсолютно смотрю на эти палетки, я редко смотрю обзоры на эти палетки, и мне не очень нравится вся вот эта история, которая верстится вокруг бренда и девушки, которые его, там, не знаю, придумывали, она владелец, не знаю, кто она. Короче, не мое. Меня на самом деле они зацепили, мне кажется, потому что у меня огромная лояльность к бренду Lime Crime, ну, старому бренду Lime Crime, как он был раньше, у меня есть почти вся коллекция их палеток. Я очень ценю уникальность на рынке, плюс я представляю, как сложно делать маленький бренд, особенно в нынешних условиях рынка, и поэтому у меня есть желание поддерживать House of Keys, и у них явно есть над чем работать, но мне кажется, что в них как раз есть та самая зерная уникальность, которая отличает их от других и брендов, и инди-брендов, и которые как бы Lime Crime напоминают, но не копируют. Короче, мне в целом они импонируют. А у них свое производство? Или это Китай? Я думаю, что это Китай. Напишите, как вы относитесь к бренду House of Keys. В Золотом Яблоке появились новые пламперы от бренда Bobby Brown, и на самом деле на сводчиках, на губах они очень симпатичненько выглядят, мне кажется, что это классно. С другой стороны, не то чтобы я как-то очень хочу пробовать бренда Bobby Brown, я к ним достаточно нейтрально отношусь, и здесь такие новые оттенки, они все просто прозрачные, и один такой как чуть-чуть коралловый. Вот, и тоже, ну, как-то мимо, короче. Я недавно попробовала впервые косметику Bobby Brown, их знаменитый хайлайтер, знаменитый Sparkle, мне честно понравилось, но не настолько, чтобы покупать их новинки, и все-таки хайлайтер и Sparkle это уже что-то легендарное в косметике. Для губ, да, это как будто бы не то чтобы их фишечка. Да, плюс меня пугает все, на чем написано плампер, мне это заранее неприятно. Ты боишься, что это будет сжечь, печь? А я выяснила, что для меня даже чуть-чуть слишком сильно мятное уже неприятно, я предпочитаю не ощущать, что у меня на губах что-то нанесено. Они, оказывается, еще выпускают трешки теней, они вроде как еще не вышли, но это какой-то из ближайших запусков, и вот это, мне кажется, вообще как-то странно, потому что не похоже, чтобы здесь были их Sparkle, как раз с которыми они знамениты, и обычно у них какие-то палетки более симпатичные, мне не знаешь, что это напоминает? Мне кажется, что это похоже на трешки для лица Smashbox, помнишь, раньше были? Это просто такая фотография, как будто бы здесь трешка для лица, но я думаю, что это все-таки какая-то очень маленькая штучка, но это мне... Короче, будем следить, но пока никак. Пока непонятно, да. У Gucci скоро будут, видимо, новые хайлайтеры, один из которых очень странненького цвета, мне кажется, что этот цвет вообще никому не подойдет, даже если очень каким-то темнохожим девушкам выглядит как, я даже не знаю что, ну как коричневые сатины какие-то такие с ближайших. Я вообще не понимаю, в чем именно преимущество хайлайтеров на подложках цветных, перед хайлайтерами, которые прозрачные, вроде все научились, вот у Gucci выходит, но вот это вот совсем как-то странно, у Rian'ы вышли новые хайлайтеры, у которых огромная цветовая линейка, как раз потому что они непрозрачные, и типа там классная текстура и так далее, но меня вот всегда пугает, когда 20 оттенков в линейке, а какой из них мой-то? То есть я выберу слишком светлую, у меня будет белая полоса, слишком темную, у меня будет рыжая полоса, стоит это много, зачем, если могу сделать выборную в пользу прозрачного хайлайтера, непонятно. У Prada Beauty вышли новые какие-то штуки для лица, это, я так понимаю, какой-то праймер, который должен красоту минимизировать, и пудра зелененького, того мятного цвета. Мне уж понравилась пудра, но она понравилась, ну, наверное, не за функционал, скорее, потому что я не верю, что она будет давать какой-то цвет, обычно такие продукты максимально прозрачные, обычно они ничего не делают, вот, и скорее всего это будет просто прозрачная пудра, которая будет немножечко что-то там выравнивать на коже, но мне уж понравилась упаковка, и цвет вот этот мятный, и какой-то он очень приятный. Ты же думаешь, что оно выделяется со всего новинка, потому что новинка, 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 оп, зеленая пудра, новинка, новинка, и дальше. Да, зеленая пудра, да, реально. Ну и, наверное, ценник там будет, короче, как у Prada. А я, кстати, вообще не задумывалась о том, что у Prada есть косметика. Я тоже не задумывалась. Написано невесомая восстанавливающая пудра, что она там восстанавливает? Может быть, имеется в виду, что она должна точечно на покраснение наноситься, типа воспаление, оно тебе их делает делеными и восстанавливает. Короче, странный продукт, но визуально мне очень понравился. Мы продолжаем бродить по люк-сегменту и в основном по американской косметике. Патрик Та, вездесущий, который так хайпанул со своими кремовыми румяными, что невозможно, короче, насколько сильно он хайпанул. Они и у Наташи были на канале, и у меня они были на канале, или будут вот прямо в ближайшее время. Вышли еще хайлайтеры в такой же текстуре. Что думаешь? Ну, не знаю, визуал ты мои мнения о румянах, но я очень равнодушно осталась с этим румянам. Они меня вообще не особо впечатлили. Ну, как бы кремовый продукт ок, но в целом у меня есть кремовые румяны других брендов, и не то чтобы это что-то для меня экстра. Непонятно, в чем именно прихода. Да, в чем хайп, да. Те румяны, которые сухие для меня, они слишком какие-то пигментирные, и они лежат поверх кожи. Кстати, кремовые тоже у меня лежат поверх кожи и не всасываются, никак не вливаются. Вот, в общем, короче, я равнодушна. Я знаю, что там два способа нанесения. Сначала сухое, потом кремовое, или наоборот, если вам хочется. Но, в общем, это как-то мимо меня прошло. Я на себе, мне это не понравилось вообще. Короче, хайлайтеры ты бы пропустила. А как же, вон, смотри, мятный твой любимый. Да, ну мятный, кажется. Ну, я бы выбрала вот Праду. Кремовые румяна. Безусловно, супертренд этого года. Сложно назвать более популярный продукт. И Хейли Бибер. Конечно же, наша любимка выпустила Покет Блаш. Это вот в такой странной упаковочке, прямо скажем. Да, тоже обхайли, мне кажется, эту упаковку. Мне она кажется прикольной, и у меня нет ассоциации с... Разными частями тела, так сказать. Но я видела несколько обзоров по поводу того, что здесь какой-то не слишком плотный пластик у этих штучек. Хрупкий? Ну, не хрупкий, а знаешь, типа, немножечко дедешевый. То есть, типа, не настолько дорогой, как мог бы быть. В общем, я бы попробовала, если бы у меня это было в доступе, если бы для меня это тоже стоило 20 баксов. Ну, точно посвотчила бы. Какой-то интересный оттенок, может быть, и купила бы. Но просто я понимаю, что для меня 20 баксов, когда я живу в России, это не то же самое, что 20 баксов для рядового американца. Для них это действительно косметика ниже среднего по стоимости. Я видела вплоть до 6 тысяч рублей за эту гумяну. Да, а я в общем, когда я искала эти, как он называется, вот этот пептидный ее блеск для губ, что он в реальности стоит просто там какие-то, вообще, сколько, 15 баксов вам стоит? Ну, типа того, короче, какая-то сравнительно адекватная. Да, 5-4, там что-то продают. Ну, что просто вообще. Кстати, о пептидных бальзамах вышло 4 новых оттенка, 4 лимитки. И я видела их, многие заказали. Мне вообще интересует этот формат, потому что я люблю что-то такое супер уходовое. Да, я бы тоже потестила. Оттенки из регулярной коллекции, потому что, насколько я успела понять по сводчам других блогеров и в целом пользователей, из регулярной коллекции оттенки более пигментированные, а здесь как будто три полупрозрачных и один коралловый, как у Буфи Брауна. Я бы взяла эспрессо самый, который популярный. Да, я тоже хочу эспрессо, я хочу толстый, который нюдовый, но посветлее, да. В основном мы искали материалы к этому ролику в замечательном канале Beauty Sense в Телеграме. Крайне рекомендую подписаться, да, замечательная девушка собирает все самые актуальные. Вместо нас. Вместо нас, да. Мы садимся на шею и рассказываем об этом на ютубчике. Но мы еще также пролистали Трендмуд. Это, наверное, самый популярный аккаунт с новинками на Западе в Инстаграме. Или, как хочешь, можешь его назвать в своем видео или подписать, насколько это запрещенная организация. Я так и не разобралась, как это правильно будет делать. Короче, я заметила там выход новинок, тональных кремов от Sigma Beauty. Ну, Sigma Beauty и Sigma Beauty, они знамениты своими кисточками, точнее, они были знамениты своими кисточками 100 лет назад, да. Ну и тональный крем и тональный крем. Ну, вы посмотрите на эту текстуру, на эту упаковку. Вам ничего не напоминает? Ну, по текстуре нет. Как бы тут сложно понять по текстуре, но упаковка немножко, да. В очень похожей упаковке вышел тональный крем от бренда Chic. Тот, который с SPF 50, который вот совсем-совсем последний у этого бренда. И мне кажется, что на него уже вышло много обзоров, и тоже все уже сказали свое фи, или поставили лайк. Вот. На самом деле, тональный крем в упаковке, он действительно очень похож на то, что мы сейчас везли у Sigma. Но я не думаю, что... Еще на Chanel это похоже. На старый такой... White Lumiere, который... Aqua, еще тут она. Ну, да, да, я поняла. Такой, ну, типа, водянистый как будто бы, да. И я не думаю, что они сговаривались, или что Chic у кого-то что-то украл. Ну, конечно. Все эти упаковки разрабатываются, ну, как минимум за полгода. Ну, и планируется это все, да. Но просто интересное совпадение. Да, прикольно. Что ты вообще думаешь про тональный крем от Chic? У меня просто... Я человек с очень сухой кожей. А ты пробовала этот? Этот я не пробовала. Но я уже наслышана о том, что у него пудру в еще, нешь, как и заявляет производитель. И то, что он даже по суше может ощущаться, как предыдущий Velvet Cover. А тебе он не понравился? А мне Velvet Cover понравился тем, кроме того, что он для меня суховат. Он для меня суховат. Он для меня... Там, где текстурка лежит где-то немного поверх кожи, и для меня это просто загадка. Chic вроде визажист довольно широкого профиля. И вроде как на российскую аудиторию. И тем не менее, третий тональный крем в линейке, и третий... Который мне не подходит. Но он не подходит не только мне. Я слышала много отзывов от людей с сухой кожей. Ну, то есть Liquid Cover, он совсем мимо. Ну, первый, который самый, да? Да, да, да. Мне тоже он был сухой, да. Он даже тебе, видишь, сухой. Да, и даже Наталина, которая, мне кажется, нашла в основном хвален бренд Chic. Она как-то тоже про него тогда сказала, типа, что-то он суховат. Ну, и здесь снова пудровая история. Короче, мне это как-то непонятно. Раз уж мы заговорили про бренды российских визажистов, Анастасия Воеводина. Да, выпускает очередную палетку помад, третью уже. И у нее было до этого две. Одна была такая и с нюдами, и с красными оттенками. Вторая была более такая коричневая, капучино, чего-то. Вот такая она, модная. А эта палетка прямо розовая. Я бы сказала, что она монохромно-розовая даже. Для меня вот это немного перебор. Слишком розовая. Слишком розовая, да, я не совсем понимаю эту идею, потому что как будто бы палетка помад, то есть, значит, ты можешь смешивать заодно. Комбинировать, да. А здесь как будто очень много промежуточных цветов друг друга. Да, и на самом деле у Воеводина есть еще... По крайней мере, на мне это так работает. Палетки помад, они в рефилах эти оттенки одного цвета, а на мне они гораздо светлее. То есть, вот тот оттенок, который в рефиле, на мне он никогда таким не будет. Что в первый палет, что в третий, спойлер. Все эти оттенки на мне иные. То есть, если я рассчитываю на красный, то это, например, в первой палетке, это не тот красный, который в рефиле. Он всегда будет светлее и почему-то розовее. Короче, может быть, это особенность моих губ, не знаю. Но в целом текстуры Воеводины классные. Они очень тонкие. И они стираются, когда ты пьешь или ешь. Но при этом остается тинт, который не сушит губы. И это прям вот такая тонкая, классная текстура с хорошим, естественным финишем. Не слишком кремовым, не слишком матовым. Если бы я была визажистом, я бы точно купила себе такую палетку. Потому что это удобно. Ты не должен держать открытыми тюбики, чтобы видеть, какие у тебя полутона. Ты легко можешь все смешать. Но вот кроме этой розовой, потому что пока мне она визуально показалась слишком уж однородной. Но круто, что у Воеводины вышла, появилась возможность покупать отдельные филички помад. И вышла палетка пустая, куда можно вставлять эти рефилы помады. Это вообще, мне кажется, гениальная история. В текущих палетках, я так понимаю, тоже их можно там переставлять из рефилы. То есть можно, условно, если у вас две палетки или три палетки, вы можете их между собой как-то миксовать и с собой куда-то брать, если необходимо. Я и лично как пользователя это очень уважаю. Для визажистов, мне кажется, это просто гениальная история. Палетка теней также вышла у Анастасии Воеводины. Это, насколько я понимаю, некоторый перезапуск ее предыдущей палетки. Только в этот раз у нас снова магнитные тени. Мне очень нравится, как бренд вот эту айдентику свою нашел. Узнаваемые продукты. Уникальные такой у нее какой-то стиль сейчас появился. Да, узнаваемые продукты по дизайну. И вот эти вот длинненькие рефильчики, они как бы и удобные, и практичные. Но вот на эту палетку я тоже смотрю и вижу 10 миллионов одинаковых. Это тоже такая история для визажистов, как будто бы. В целом у нее и первая палетка тоже была вот в такой концепции, когда много от тонов, полутонов чуть-чуть похолоднее, чуть-чуть потеплее. Но в целом она и говорит, что она в основном как будто бы делает косметику для визажистов. Она говорит, я мечтала о такой палетке, или я мечтала о такой палетке помад. И вот я наконец-то ее сделала. То есть будто бы позиционирование для специалистов, а не для просто обычных пользователей. Потому что, наверное, обычным пользователям действительно такая палетка не сдалась, честно говоря. А тебе не кажется, что вот знаменитая Viseart Neutral Mets в этом смысле более удачная? Она более разнообразная, да. Потому что она имеет такое же количество оттенков, даже чуть меньше, по-моему. И при этом она включает в себя очень оранжевый, очень серый. Да, разброс больше, да? Разброс больше. И самое главное, ты же можешь их смешивать. Ну, короче, мне это чуть-чуть не близко. Я бы отсюда взяла 4-5 оттенков на пробу. И, наверное, если у бренда, как и с помадами, появится возможность покупать отдельные рефилы, я бы взяла. Собрала? Да, да, да. С кастомной какой-то штукой, да? Да, мне интересно. Еще Анастасия нам сказала, что они собираются с брендом впускать какие-то спарклы, шиммеры, что-то, короче, более интересное, чем матовые тени. И когда это будет непонятно, и в каком формате это будет тоже не совсем понятно, на мой взгляд. Но на сводчиках это под вспышечкой, в расфокусе выглядит очень красиво. Ну, это похоже на вот прям индюшатину, индюшатину. Индюшатину. Ну, типа как у Энсли, Рейн, вот эти вот сияшки, которые одновременно и голографики, и мультихромы, и все вместе оно все такое жирное, и под вспышкой. Это что-то вообще невероятное, совершенно ослепительное. Ну, здесь прям голографика, мне кажется, прям как будто бы, вот именно не мультихром, а именно голографика, мне кажется. В общем, меня немножко смущает, что это может быть та самая китайская текстура, про которую... Жирненькая вот эта. Да, что я очень услышала, что она красива, что она ужасно держится, и... Интересно, где она нашла их, в Китае или не в Китае? Ну, короче, не знаю, мне не так принципиально страна производства, как будто у меня есть доверие к бренду, что они сделают нормально, но вот такое вот сомнение, что это то же самое, у меня закралось. Давай раз мы начали про инди-бренды, несколько слов про инди-бренды такие, самые громкие, какие новинки. Были за лето. У Cosmic Brushes, это, если я правильно понимаю, британский инди-бренд, который в Британии довольно бюджетный, но пока до нас доезжают, он становится небюджетным, скажем так. Вышли две новые палетки, которые вроде как существуют в концепции нюда, но не совсем. Мягко говоря, не совсем. Называется это Neutrals и Cooltrals. Я, короче... Нюдовые нейтральные, да, и холодные нейтральные. Я, когда их впервые увидела, я немножечко ахнула, потому что, мне кажется, это красиво. Очень классно сделали свочи, классные подборки как раз здесь с контрастностью, с разнообразием, мне кажется, всё хорошо. Да, всё классно, да. Если бы я могла это достать по цене, которая, мне кажется, сотни настоящей бренду, да, я думаю, я какую-то одну из них бы взяла. Какую? Я думаю, что тёплую. Мне кажется, я бы тоже тёплую взяла. У неё, я видела, писали в комментариях, есть какие-то вайбы алюра, но как будто бы это алюр, выкрученный по насыщенности очень сильно и расширенный. В плане, что тоже есть тёплый коричневый, тоже есть зеленца, тоже есть очень похожий мультик на розовый сахар, вытяжку безмятежности. Но здесь явно другие текстуры, чуть-чуть более, как будто простые, более яркие цвета, короче, я с радостью бы попробовала. Но кроме того, что это сложно достать и цена, в моём понимании, пока до нас доезжает, становится, ну, не совсем соизмеримой, мне ещё смущает размер этих палеток. Я в последнее время люблю палетки просто поменьше объёмом. Мне кажется, каждую из них сделать, ну, хотя бы на треть меньше, они хуже бы не стали, меня бы радовали только больше. На свотч, когда смотришь на свотча, кажется, что всё такое классное, яркое и красивое, и ты такой, вот бы попробовать. Ну, а потом, если присматриваться подробнее, то можно найти причины не купить. Да, да. Оденсай, ещё более крупный и более громкий индик бренд, шведский на этот раз, выпустил продолжение своей коллекции Soul Main. Хорошо, просто палетку выпустили. Да, палетку, а также хайлайтеры и румяны, и у меня есть обзор на все эти продукты на канале. И, честно скажу, что, если смотреть на это просто как на продукты, ну, мне нравится такая цветовая гамма. Я опадкая на всё вот такое вот магическое, фиолетово-синее, голубое, и эти текстуры. Я знаю, что Оденсай очень любят за мультихромов, в этой палетке мультихромов нет. Какого-то нет, да. Да, но я как раз больше люблю их за цветовые истории, за матовые, поэтому в целом эта палетка в меня. У китайского инди-бренда Shelby Makeup вышла палетка Elaina, которая называется. По сводчам, мне кажется, она очень прикольная. Есть в ней что-то необычное, есть такая прикольная зеленца, болотинка какая-то. Мне нравятся такие оттенки. Я бы, наверное, потестила бы, но я бы не сказала, что... Ну, это какие-то такие про необычные оттенки, то есть их можно найти в других брендах, но здесь вот эта комбинация, она симпатичная. Да, хорошая подборка. Мне она не совсем ассоциируется с летом, хотя палетка вышла в начале лета. С северным летом можно быть с чем-то угрюмом. Что-то типа вот Белое море, Тайга, вот как раз олень, или лето в Арктике, знаете. Короче, мне понравилась эта палетка, но обычно у Shelby выходят палетки в двух размерах, в большом и в маленьком. А здесь она почему-то вышла только в большом. А я люблю всё маленькое, и потому что это дешевле можно попробовать, и просто потому что меня это умиляет совершенно, когда всё крохотное. И эта палетка уже давно представлена на Ozone Global, можно у официального продавца Shelby через Ozone всё это заказывать. Оно в течение двух-трёх недель приходит, всё замечательно, я это несколько раз тестировала, но вот конкретные лайны я пока пропустила, потому что меня просто разочаровал тот факт, что я не могу взять мини-формат. А может они потом сделают или нет? Ну, может. Ну, обычно одновременно, но это инди-брэнд, они могут сделать всё, что... Мало, они что хотят-то и делать. Да, и вторая палетка, которая у них выйдет, я так понимаю, скоро, называется как Summer Garden. Так, и здесь, вау, здесь как раз два размера, как ты любишь, да, и вот это она такая, как будто бы, ну, она более экзотическая, что ли, вот за счёт вот этих мультихромов или глиттеров, или что это такое. Ну, переливается красиво. Это в коллаборации с блогером Freya86, я, честно говоря, не слежу за ней, но я поняла, заметила, что это уже не первая её коллаборация с каким-то инди-брэндом. Мне импонирует бренд Шелви, но здесь, по свочам, есть ощущение, что здесь опять вот эти вот жирные сияшки, про которые мы говорили в контексте Воеводиной. До этого мультихрома Шелви, которые я пробовала, они были более гладкие и наносились отлично, но вот это вот по свочам меня вызывает. Да, здесь прям видно, что прям блёстки такие крупные, и как это будет держаться, потому что видно, что наносятся, они прям очень жирно. Да, но с другой стороны, это продающие свочи, мы не знаем, как это на самом деле наносится, и по моему опыту Шелви свочились не так уж и жирно. Ахматывай тебе у них. Мне понравился их тёмный-синий в одной из палеток, и совсем не понравился средний-зелёный в другой палетке. А, то есть это нестабильно, короче. Для меня нестабильно, но я подозреваю, что это может быть дело в конкретном оттенке, ну там в конкретном пигменте, потому что это же очень зависит от сырья. В общем, я заинтересована в том, чтобы это дело попробовать. Дойдут ли у меня до этого руки, как бы, пока неизвестно, но по крайней мере, меня этот запуск заинтересовывает. Ну да, у Fenty Beauty появился новый оттенок их блеска. Я, кстати, ты пробовала блески? Да, мне очень понравился. Да? Да. В общем, оттенок называется Roblox, и как будто бы это сделано в честь какой-то игры, если мы правильно погуглили. В игре сделали этот оттенок. А, в игре? Да-да-да, и Риана сама выбрала, какой оттенок из игры пойдёт. И честно, я очень хотела это купить, когда кто-то из байеров это выложил. Тебе понравился цвет? Мне, да, мне понравился мой предыдущий оттенок фасик, который... О, мне был он, да? Вот-вот, вот он мне почему-то очень зашёл, мне аромат этот нравится, мне нравится текстура, мне нравится этот экстра-супер-блеск. Это тогда был для меня первый блеск, который я попробовала с таким супер-упер-сиянием. Короче, у меня к нему тёплое отношение, его сейчас не могу найти, но в любом случае ему уже, по-моему, года четыре точно. Короче, ему пора бы на покой. Закончился. Почти закончился, я просто в какой-то момент, как это часто бывает, начинала его экономить. Чтобы не закончился. Чтобы не закончился, и вот он уже почти стух, и я такая, нет, нужно, чтобы он срочно закончился. Ну, короче, как обычно, все мы одинаковые. В общем, я бы ему на замену с радостью взяла вот такой более интересный цвет, и я... Ну, это плюс сейчас тренд. Да, но он такой, как серинку уходящий такой. Ну, да. Ну, выглядит прикольно, да, просто необычно, и блески фэнти за себя зарекомендовали. Я не скажу, что я какой-то дикий фанат, но блески хорошие. Это они такие жирненькие, такие они... Ну, по крайней мере, на мне было это так, ощущалось, что они достаточно жирные и так плотненько лежат на губах, ощущаются. Вот, и... Ну, да, цвет прикольный, но, наверное, если выбирать из темных блесков для губ, то мне больше нравится вариант коричневых. Угу, угу. Также наш звездный бренд, это бренд Селены Коммес, Rare Beauty, выпустил пудру унитаза. Блин, мне не приходила эта идея, пока ты не сказала. Я хочу такую пудру. Как это развидеть? Это диван. Ну, ты оптимист. Короче, у меня хайлайтер, вот этот, как он называется-то? Ну, хайлайтер румяна, который у Селены вышел, мне он так понравился, что я решила, что надо проникнуться к этому бренду. Я решила, что я хочу попробовать эту пудру. Вау. Ты заказал? Ну, почти. 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 Да. Я тоже прониклась ровно этим же продуктом у Нюрианы, у Rare Beauty, простите, у меня всё плывается в голове с этими селебрити-брендами. Пудра меня это не заинтересовала, потому что мне сложно угодить с пудрой. Ну, унитаз. Ну, унитаз, ладно, это я так шучу. Мне, кстати, не так уж и сильно это напоминает унитаз, потому что он слишком плоский для унитаза. Короче. Ну, я хочу теперь пробовать базовую линейку Rare Beauty, в частности, я теперь хочу себе оттенок какой-нибудь кремовых, их румяна, мне хочется оттенок хайлайтера, который in light and самый светлый. В смысле, который совсем хайлайтер. Да-да-да. Ну, и, короче, у меня в целом... Ну, тебе написано матовое покрытие, наверное, тебя не сильно тоже это интересует, что прям матовое. Ну, меня в целом такой продукт, как пудра, особо не возбуждается, так сказать. Ну, что, мы что-то, мне кажется, перебрали с количеством дорогих и недоступных брендов. Забугорных. Забугорных. Запрещеночка. Короче, простое и понятное. Alien Russia выпустили летнюю лимитку под названием Белые ночи. Выпустили они ее, надо заметить, в самый разгар Белых ночей, и к моменту, как первые люди начали ее покупать, Белые ночи уже закончились. Это для меня показалось грустным, все остальное мне в коллекции понравилось. Чуть-чуть не успели, как будто бы. Да-да-да, хотелось бы, чтобы оно вышло вот 1 июня, 2 июня там появилось в продаже, чтобы все это там купили. И реально в Белые ночи этим пользовались. Я не попробовала ни один продукт. И я. Но красиво. Но очень красиво. Мне все понравилось, честно. Ну, я, кстати, к бренду Эллин хорошо отношусь. Не очень много я от них пробовала, не очень много мне всего зашло. Но как будто бы у меня какое-то внутреннее одобрение этого бренда. Потому что они стараются делать коллекции какими-то разнообразными. У них тоже есть какая-то концепция, которые они не просто штампуют, они задумываются над тем, что они делают. У меня от Эллин был жидкий хайлайтер и до сих пор есть. Он мне нравится. И здесь что-то похожее, только вроде как база под макияж. А, подожди. А, ты права база? Да. Далее я слышала, что очень хвалили из их жидкие тени. И особенно их голубой оттенок. Типа вообще особо классный. Я его не пробовала. Да-да-да. Я его не пробовала, но здесь в той же текстуре вышло два супер интересных цвета. Мне кажется, летних, классных, для мономакияжа. И такой мятный лавандовый. Мне кажется, даже весенняя коллекция могла бы быть, честно. Могла бы быть. Но мне нравится идея с белыми ночами, потому что как будто бы вот отблеск рассвета на Неве может выглядеть примерно так. Ну, как бы почему бы и нет. В общем, у меня с ассоциацией здесь всё хорошо. И, на мой взгляд, король запуска — это, конечно, хайлайтер. Потому что, по крайней мере, по картинкам это выглядит как... Ну, запечённая, мне кажется. Да, классная, запечённая, как раз прозрачная текстура. И учитывая, что у Alien обычно хорошие объёмы и приемлемые цены... Ну да, они относительно бюджетные. Да, я бы с радостью попробовала. Единственное, что мне, как блогеру, уже не очень интересно покупать лимитку. Потому что, ну, я буду её показывать на канале, а её никто не купит. А уже не купить? А ты думаешь, что оно прям лимитка-лимитка? Думаешь, они... Ну, белые ночи. Ну, прям закончатся? Я думаю, да. Ну, у них же была вот эта серия. Ну, короче, мне кажется, что у них лимитки, они не заканчиваются вот так за месяц. Как будто бы они ещё полгодик потом висят. Ну, короче, посмотрим. Я думаю, что имеет смысл этот хайлайтер им вводить в постоянную коллекцию. Надеюсь, что он хорошо продался. Потому что, ну, потому что, как концепция, я считаю, что это вот самое... Достойно. Таймитонука наша любимая. Таймитонука, да. Но вообще, таймитонуки теперь обновления же каждый месяц, каждое первое число месяца. Они нам открывают новые оттенки в палетках или новые дополнительные всякие рассыпушки или какие-то другие интересности. Ну, и вот, собственно, в летом, в летнее время года медведь у нас чуть-чуть вырос, обновился. В него добавляются постепенные оттенки. И кажется, что это такая интересная палетка, тёпло-розоватая. И дополнительные оттенки тоже в этой же гамме. Мне кажется, что это будет классная палетка. Вот это я очень сильно жду. Потому что у Тайми вышла сначала нюда подряд. Потом мурена. Потом мурена, да. И просто, сейчас объясню свою позицию, мне показалось, что оно всё немножечко было в одной истории. Потому что алюр был нюдовый, затем был принцелебедь нюдовый плюс береза. Потом был кот, как раз был листок кота совсем недавно. А, ну тоже там типа нюд. Нюд и бирюза. И мурена просто бирюза. Таким образом, последние четыре палитры бренда, это, по сути, две цветовые гаммы. Мне это здорово, мне это нравится. Это просто мои очень любимые цветовые гаммы. Я обожаю и нюд, особенно прохладный, и бирюзу. Но в этом контексте мишка смотрится, на мой взгляд, очень свежо. Потому что мы, наконец-то, видим в Таме Тануке сочетание не одной или двух цветовых гамм. А вот уже на этапе четырёх оттенков у нас есть розоватые матовые, откровенное золото и сиреневый оттенок. То есть мы уже видим сочетание трёх цветов. Мне кажется, это очень интересно. Я понимаю, что это, скорее всего, не успеет выйти к золотой осени. Но вот для меня это прямо атмосфера... Ну, может, начало октября самое позднее. И вот я бы очень хотела увидеть эту палетку в конце сентября, начале октября. Понимаю, что там у брендов своей циклы я не в курсе. Но вот лично моё ощущение, что да, золотая осень. Ну, супер. Ну да, и мишка красивая. И мишка красивая. Там-то ну-ка придумает палетки. Все придумают новые палетки, тем временем найти. Друзья, сейчас будет явно тест на возраст. Или, по крайней мере, тест на то, насколько долго вы интересуетесь косметикой. Скажите, вот помните ли вы вот такую палетку Naked Reloaded? Вы хотела, наверное, года четыре, ещё когда... Я даже не знаю, кажется, даже больше нет. Reloaded? Да. Reloaded, не знаю, ну, может, пять. Это была в такой тканной упаковочке. Да, пачка ещё, здесь такая бархатная. В любом случае, это был немножечко, как будто немножко странноватый запуск. Но, по крайней мере, вы могли о нём слышать. А то, о чём вы уже вряд ли слышали, это оригинальные палетки. А, в смысле? Да, они вряд ли слышали. Не, ну просто это настолько древняя история. Naked Reloaded вроде как была идеей перезапустить их оригинальную историю палеток Naked. Которые были Naked 1, Naked 2, которые были такие более... Naked розовая, там какая-то была ещё. Потом Naked 3 розовая, потом была Naked Heat оранжевая. И дальше пошло вообще какое-то совершенное безумие. Я тоже помню. Я это помню, потому что для меня это была моя заря увлечения косметикой. Для меня в этом есть какие-то вот тоже сентиментальные чувства. Это была косметика тогда, недоступная в России, когда это всё выходило. Я это смотрела у русскоязычных девушек, которые покупали это за рубежом и жили за рубежом. Там, Лиза Аоней, Ростониан, я очень их любила. Да, как они все хвалили, это был, мне кажется, хейт продаж. Это была лучшая палетка. Это палетка, которая во многом, мне кажется, запустила тренд обожать палетки теней вообще на рынке. Тренд обожать палетки теней. Да, потом же была вот целая эра, где палетки теней как будто флагманские продукты для каждого бренда. Это, короче, это всё очень важно и очень здорово, но, камон, Банди Кей, они перевыпустили ровно оригинальную Нейкед вроде как в новых формулах, но как бы мы все надеемся. Типа, в честь скольких... А они сказали в новых формулах? Да, я прочитала где-то у них, что это новые формулы, но anyway... Подожди, ну смотри, есть светлые, есть средние, есть тёмные контрастные, всё сходится. И вообще есть ещё, знаешь, типа циклы увлекаются, вот то, что раньше были модные коричневые губы, потом они перестали быть модными. А теперь они опять модные. Знаешь, у меня нет... Может, они на это такие, типа, ну, может быть, цикл прошёл, и нужно заново попробовать. У меня нет вопросов к наполнению этой палетки. У меня есть вопрос к позиционированию этой палетки. Потому что сначала они начали дать свою Нейкед корову на их тапе, когда они первый Нейкед сделали, вторую, третью хит и так далее. Но мне кажется, это просто апогеи. Хуже только Шарлотилбэль из Пилоток, и то не так плохо, потому что Шарлотилбэль как будто помоложе, чем Урбан Дикей с этой своей Пилоток-концерцией. Ну, помоднее, просто позже появилось. Да, и поэтому Град тоже любительность таких штук. Ну, короче, вот это... То есть ты уже проэксплуатировал свой бренд на этапе, когда ты делал из этого линию. Потом ты сделал Нейкед Релоуду, типа, переосмысление этой линии. А теперь ты такой, да, ну, нафиг это Нейкед Релоуду. Ну, как-то, ну, неудачно вышло и неудачно вышло. Вот держите оригинальную Нейкед, вот она же вам больше нравилась, пожалуйста. Ну, короче, у меня очень смешное чувство по поводу этого запуска, потому что он вызывает эмоции, безусловно. Я ценю в последнее время, когда косметика вызывает у меня эмоции, потому что, ну, честно, это не всегда происходит. Все чаще, кажется, одно и то же, одно и то же. Ну, это какая-то метаирония, потому что это настолько то же самое, что это буквально то же самое. И они это не скроют, они этим гордятся, короче. Я также к этой новости закинула новость про новую палетку Too Faced, потому что угадайте, как она выглядит и на что она похожа. Правильно, на все предыдущие палетки Too Faced, которые будут в том же Форм Факторе, что оригинальная шоколадка Too Faced. Мне в какой-то веке показалось, что это очень настроенческая гамма. Она называется как-то типа яблоки, осенние яблоки. Это яблоки, но это вишни. Она называется Apple in Love. И мне показалось, что, о, да, это осенний яблочный пирог. Вот как бы в августе, в сентябре я подумала, ух ты, если оно еще пахнет яблоком, как это часто бывает в Too Faced, что оно пахнет тем, чем оно называется. Но, конечно, мне кажется, от этих палеток все устали, зато Too Faced подсуетились спустя 2-3 года популярности. Вот в Fenty Beauty. Да, выглядит абсолютно как Fenty Beauty. По факту это является спарклами а-ля Шик. Это для глаз? Это для глаз. Это линейка спарклов. Многофункциональные диска чего? Диска Crush Shine Glitter Eye Plus Space Sparkle Glitter. Короче, видимо, это и хайлайтер, и тени, и все на свете. Что? 30 баксов стоит одна такая синюшка. Где там моя шик-вега? Для меня это просто загадка. Ну, то есть, может, там какое-то офигительное сырье? У тебя палетка сколько стоит? Палетка, я, кстати, тоже удивилась. Очень больше. Она стоит до 50 долларов, но то палетка. Ну да, как-то. А это однушка. Может быть, это экстра? Короче, вот это... Я сначала подумала, ух ты, и туфейс попытались что-то где-то в тренды, а потом я увидела эту стоимость и просто закрыла эту вкладку. Понятно. У Рилуи вышла новая, ну, такая, типа, под бренд, или что-то, коллекция такая, называется Юи. Они вроде как про молодежный какой-то подход, все такое, склонное к корейскому какому-то внешнему виду. Кстати, есть такой тренд. Тональный крем, два варианта, точнее, тонального крема. Одно такое, типа, база-тон, другой просто-тон, блески для губ, гель для бровей, туши. Ну, в общем, такая мини-коллекция у них вышла. Я уже ее покупала, обзирала, вот, и мне понравился тон. Какой из них? Вот, который полноценный тон, не который база белый, а именно который тональный крем. Он прям такой хорошенький, да, и я бы сказала, что для бела... Ну, белорусы в целом умеют, мне кажется, делать тональники. У них много хороших вариантов, таких, ну, просто рабочих, короче, без супер-спецэффектов. Вот, а все остальное в этой коллекции я не очень оценила. Честно говоря, блеск, по-моему, скатывался в смысле цвета в эти складочки, а туши, ну, типа, туши-туши белорусские, нормальные. У меня очень зацепила эта коллекция по позиционированию, по упаковкам. Цены у них какие-то приемлемые, короче. Кормально, да. Я думаю, что если бы у меня было какое-то вот пространство сейчас в тестировании косметики, я бы взяла, и для себя бы я это взяла, потому что как-то лаконично выглядит, как будто бы какая-то гарантия качества есть, но тоже, мне кажется, приемлемый. Я пока не пробовала, но мне интересно. У Ивьен Сабо, тоже бюджетный бренд, появились три туши. Ну, как обычно. Кто-нибудь удивлен, три туши от Ивьен Сабо. Разделение, объем удлинения, разные какие-то спецэффекты. Я думаю, что это одна тушь с разными щетками. А я думаю, что это разные туши, но те, которые уже уходили у Ивьен Сабо во всех предыдущих коллекциях. Да, ну, в целом, они тоже эксплуатируют, что вот, типа, они классно делают туши, и поэтому мы всегда будем делать туши. Видимо, это самый продающийся продукт. Ну, и, кстати, по-моему, Наталья Шик говорила, что тушь приносит больше всего денег. А мне тоже кажется, что в отличие от остальных, которые эксплуатируют, типа, название или пытаются перевыпускать палетки тени, что тушь в этом смысле более должна быть финансово удачной, потому что она регулярно же заканчивается. Да, и ты все время ее повторяешь как будто бы. Если тебе она понравилась, то ты ее все время повторяешь или покупаешь новую. Да, тут ты такой, о, мне надоело моя кабаре, или моя кабаре экстаз. Или моя кабаре премьер. Или моя кабаре арабик. Возьму кабаре с котиками. Ну, кстати, тут нет названия кабаре. Вау. Да. Ну, и разные щеточки, и разные всякие наклеечки. Ну, мне кажется, что это такой молодежный какой-то вариант. Не, ну, мило, почему нет. Взять, попробовать, да. Из всех щеток мне больше нравится та, которая вот где бирюзовая. Ложечка. А мне тоже, потому что Lush Sensational такая щеточка. Да. Lush Sensational моя любимая тоже во все времена. Вообще, я так ничего лучше для себя пока и не нашла. И я поэтому хочу покупать все с такими щеточками. Надеяться, что оно будет... Что оно будет такое. Ну, да, я в контексте Vivian Sabo я уже не питаю иллюзии, мне не совсем подходит их формула, они на меня осыпаются, к сожалению. Vivian Sabo что-то забросали нас новинками, это прям все недавние запуски. Вышли румяна, это, судя по всему, такие муссовые, типа как кубикамер. Муссовые, матовые, да. Короче, румяна, которая называется макарон, мне, честно, очень понравилась. Если бы это не были 20-е румяна за этот год от российского бренда и там сотые в целом, я бы такая, о, срочно покупаем, какой интересный трендовый продукт. Но как будто бы чуть-чуть они опоздали, по крайней мере, для меня и для моего инфополя. Но я уверена, что для тех, кто не так плотно сидит на косметической глине, не следит за каждой новинкой, увидеть в подружке такие симпатичные румяна, в красивых, на мой взгляд, оттенках, в классном. Ну, они неудовые, такие, какие, достаточно, ну, типа, один потеплее, другой похолоднее, посветлее, ну, да. И плюс, если это та же самая текстура, ну, или похожая, как, типа, такие вот муссовые, прижимающиеся немножечко. Бекалор классный румяна. Бекалор мне очень нравится румяна. Я бы пошупала эти пока. Вживую. Мне интересно. Чуть-чуть более экстравагантный продукт. Вен, с собой, видимо, понравилась их тема слэш экстазами, и они выпустили тититинты. Это как-то переводится? Ну, в смысле, это как-то что-то они имеют в виду? Под тититинтами? Да. Ну, как ты думаешь? Ну, они уж прям, они это и имеют? Я уверена, что, конечно, да. Ты еще на упаковочку посмотри. Как у Райор Бьюти. Ну, да, немножко похоже. Это тинты, которые, как ни странно, очень похожи на современные корейские тинты типа Роман. А, ты пробовала? Нет, я не пробовала, но я видела отзывы, и мне интересно было бы попробовать, потому что как будто бы это те самые тинты, которые имеют немного глянцевый финиш. Это сейчас очень актуальный продукт. Здорово, что венцы бы подсуетились. Не знаю, что там по качеству, но концепция интересная. Да, написано с ловажным финишем, реально я согласна. Ну, я бы потестила оттенки, потому что вот онлайн пока не очень хорошо это видно. А у них есть еще что-то типа 6-7 цветных и 2 прозрачных, которые, видимо, проявляют твой пигмент губ. А, ну, блин, то, что проявляет пигмент губ, оно обычно такое барбишно-розовое, вервиглазное. В общем, надо пробовать в любом случае, как запуск, на мой взгляд, интерес вызывает продукт актуальный. О, да. Вот у Artvisage румяна появились. Мы как раз в параллельном видео рассказывали про другие румяна Artvisage. А тут они недавно выпустили кремовые румяна в таких тюбиках уже. Эта коллекция, мне кажется, они еще весной ее анонсировали, что у них вот эта коллекция Love You Nude. Там где пудра еще, да? И там пудра, румяна и что-то еще там было, да. И я думала, о, без коллекции я сделаю обзор. Но вышла сначала пудра, и сейчас только румяна, спустя, ну, полгода почти условно. Но по сводчам выглядят красиво, мне кажется, оттенки симпатичные. Мне вообще кажется, Artvisage как-то мощно поднялись с колен, начиная с запуска, который Nude Exotic Universe. И вот, я считаю, гениальна совершенно для бюджета палетка нюдовых теней. А потом пошли какие-то разовые продукты, которые мне все показались друг за другом прикольными, да. Были вот эти вот Spark-ладнушки, мне они очень понравились. Были кремовые тени в новой текстуре, в классных оттенках. Они понравились мне, они понравились в логе моих знал. И все равно зашли, они как будто аудитория. Да-да-да. Собрела хорошо. Потом выходила вот эта пудра. Выходили еще однушки теней. Они как раз чуть-чуть, мне кажется, слабее, чем Spark-лы. Но там тоже есть интересные оттенки. Короче, и какие-то упаковки они все... Нормальные, да. Симпатичные. Они какой-то сделали ребрендинг. У них даже вот это... Кто-то у них в штат зашел, какой-то специалист, наверное. Да, консилер Miracle Touch, который раньше был такой с кисточкой. Сейчас они сделали его в классной, такой стекляненькой упаковке. Типа потолще пластика. Не, пластик, да, да. Это пластик, но он потолще. Это приличнее, короче. Короче, это вполне мы могли... Ну, поприличнее. Ты про то, что он подречил? Нет, я люблю его. Нет, я то, что... У тебя здесь осталось половинное. Да, я люблю его. Короче, упаковки здесь, мне кажется, метят на сегмент по стоимости в два раза больше, чем арт-визаж. Ну, это что-то типа Alien как раз по стоимости. И мне это очень нравится, что такие стильные упаковки, трендовые продукты нам дают... И у них даже нормальные цветовые, такие какие-то... Ну, то есть они понимают, видимо, на какую публику они работают, как вот свет тут люди ходят в стране, вот. И у них все, это как-то адекватно выглядит. Короче, арт-визаж бесконечно уважаю. Мне нравится то, куда они идут. Я хочу их пробовать, я хочу снимать на них обзоры. Они же еще, кажется, на своем заводе это все производят. Короче, это вообще, кажется, замечательный прецедент на рынке. У бренда Manly Pro вышло 4 палетки теней. Неожиданно, мне кажется, у них раньше не было... Ну, или я, может, просто не помню палеток теней. Они как-то в целом не специализируются на этом. А тут вышло целых 4 сразу палетки теней. Все очень разные, на мой вкус. И все с такой интересной концепцией, с художниками. Очень интересное оформление, красивое. И разные текстуры, и матовые, и спарклы, и сатины. И какие-то типа мультихромы даже. В общем, они прям, видно, приготовились. И бахнули на рынок вот этими палетками. Все здорово и красиво, и симпатично. И хочется попробовать, да, понаносить, там покраситься. Но цена немножечко как будто бы спорная. Ну, я в шоке, если честно. Я их увидела. Я думаю, ух ты, как здорово. Мне очень близка вот эта концепция с искусством. Мне показались классные подборки. Я знаю примерно ценовую политику. Менли, я люблю их кисти. Да, да, у них всегда нормальные цены. Ну, 2 500 будет стоить палетка. Я думаю, ну да, цены выросли. 2 500, наверное, нормально за палетку. Друзья, 3 800. Ну, да, без скидок. Ну, со скидкой не сильно меньше. Ну, 3 500, ну, короче, для меня это несколько шокирующая цена. Но мы можем благодарить. Новая реальность, да. И я хотела сказать, что мы можем благодарить судьбу, что у Наташи-то они есть. Наташа скидывала в своем телеграм-канале живые свотчи этих палеток. И более того, на моем канале мы их как раз немножечко капельку... Потыкали. Потыкали, да. Так что, напоминаю, не забывайте посмотреть и видео на моем канале тоже. Вообще интригует. Ну, я бы не взяла за эти деньги, честно. Сразу все четыре, тем более. Сразу все четыре, тем более. Также они обновили кисточки свои из базовой линейки. Но они не все, они обновили как-то местами как будто бы, да? Ну, как будто у них идет какой-то ребрендинг. Да, ну, они вот спонжи обновили. То есть у них раньше был такой более пористый спонж, а сейчас он более такой гладенький. Его я, кстати, хочу попробовать, потому что предыдущий спонж Менли был моим самым любимым спонжем из сет. А у меня вот сегодня новый был. А, да? Ну, короче. Да, вот. И, в общем, кисточки, которые они сделали, это как будто бы те же формы, которые у них уже есть, но только с короткой ручкой и с немного другим ворсом уже. То есть они в целом как будто бы обновляют свою основную коллекцию. Ну, я как бы только за, там наверняка какие-то новые формы тоже появляются. Появляются. И ворс, ну, почти весь ворс у Менли мне нравится, и многие формы у Менли мне нравятся. У меня есть вот стабильные кисточки, которые уже по многу лет у меня в коллекции, которые очень любимые, есть какие-то менее удачные, более удачные. Но в целом, если я знаю, что я хочу, там, мне нужна какая-то кисть, какой-то определенной формы для какой-то задачи, я, скорее всего, пойду именно в Менли, потому что... Проще всего, да. Потому что у них они там по-любому есть, и я рада, что они продолжают развиваться. Мне, честно, субъективно, не очень нравится вот этот бело-фиолетовый дизайн. Он для меня какой-то немножечко... Вот фирменный стиль, они, наверное, не могут от этого отойти как-то. Ну, вот смотри, палетки же никак не ассоциируются с этим фирменным стилем. Ну, и у них есть эти сезонные кисточки, которые они суперкрасивые. Которые потрясающие. Да, мне кажется, что сезонные у них очень стильные. Эти палетки, на взгляд, по упаковке тоже очень стильные. И вроде как это новый запуск, и он никак вот с этой бело-фиолетовой историей не ассоциируется. Но, конечно, есть несомненный плюс, что ты всегда узнаешь кисточку Мэнда среди других кистей. У бренда Пони Рома, у нашего визажиста, я так понимаю, что у него пополнилась коллекция кистей, да? То есть у него там какие-то есть разные ринейки. И вот сейчас есть еще какая-то новая, называется Iconic Line. И это как будто бы кисти для графики. Это выглядит, ну вот, как будто бы это просто стрелки и губы рисовать. У Анастасии Вейвотин тоже есть подобный сет. И вот здесь это похоже на графику. Ну, я не специалист по графике, вот, но я слышала хорошие отзывы про бренд и про их кисти. Мне не надо, у меня много всего, но выглядит симпатично. Я думаю, что для визажистов, особенно те, кто и так пользуется кистями Пони Ромы, будет хорошим дополнением, потому что он, ну, закрыл пробелы в своей линейке. Ну да, у него, конечно, уже очень много кистей. Но для графики я не видела. Ну, я имею в виду, что действительно пробелы в линейке, что там такая широкая линейка, что осталось только пробелы закрывать. Ну и с кистями мы не закончили. Кто у нас еще супер знаменит своими кистями? Энн Бьюти. Выпустили в свою серию катаканы, да? Катаканы же она называется? Еще две кисточки. Там есть ценник. Я не хочу знать. Блин, ну у них классные кисточки. Мне вообще нравились они достаточно длительное время. Ну да, 3,500, 3,400 за кисть. За маленькую. Это маленькая, да? Но это такая, типа, вот такая. Какая-то средняя кисточка, да. С-35 и С-36. Ну вот С-36, наверное, ок. Я бы посмотрела, но я не фанат скошенных кистей. Я люблю, когда кисть симметричная. Ну вот, что нет вот этого среза. Я думаю, что серия катаканы классная. У меня есть кисточка S. Я не помню, какая она. Ну такая свечка. Она отличная. Она вот для всяких румян таких хорошо подходит. Я не буду брать эти кисти. Но я знаю, что есть прям фанаты, которые скупают и держат прям всю коллекцию. Мне кажется, что можно найти дешевле и лучше, честно говоря. Ну Энн Бьюти, мне кажется, держит свой имидж такого Rolls-Royce в мире кистей. Для тех, кто любит бренд, кто любит такие прям дорогие кисточки. Мне кажется, это хорошая история, потому что они такие еще немножко все коллекционные. Очень все уникальных форм. Да, ну по крайней мере с формами они реально заморачиваются. То есть они не делают... Ну условно Ман Ли делает просто все формы. Они максимально пытаются охватить. А у Энн Бьюти как будто бы она может быть под себя наделает или я не знаю. То есть у нее меньше ассортимент. И она более осознанно выпускает эти кисточки. На этапе кисточки-цветочка мне начало казаться, что она... А это кисточки-цветочек было? Да, нет, это кисть-цветочек, которая выходила с румянами с ноу. Вот на этом этапе я подумала, что может быть она просто... Да, придумывают какую-то форму. Какой формы еще не было? Ну, пожалуйста, цветочек. Ну может быть это такая отстройка от конкурентов. Да, и это безусловно работает. Ты по форме точно узнаешь кисть Энн Бьюти. В этом смысле у меня нет никаких вопросов к бренду. Просто это не совсем в меня, к сожалению, или к счастью. Но еще Энн Бьюти почти никогда не бывает скидок и меня бесит. Моя жаба внутренняя не позволяет. Но это имидж, видишь. Ну да. Тот запуск, про который мы не могли не сказать, это очередная лимитка у Бьюти Бомб. Это их закономерная по сезонам осенняя лимитка, которая, правда, начала появляться в продаже в конце июля. И, как обычно, Бьюти Бомб еще разошлют блогерам еще через месяц рассылочку, когда все уже обозрели. Вот, в частности, я уже попробовала эту коллекцию. Честно, многие уже высказались. В основном эти отзывы какие-то неоднозначные, преимущественно даже негативные. И здесь у людей, мне кажется, смешалась еще не зажитая рана боль о 90-х годах, которые у многих ассоциируются с негативными аспектами. И здесь в коллекции Бьюти Бомб во многом прошлись по грамме. Здесь есть какие-то более позитивные, добрые отсылки, типа помады Тетрис. Но есть и отсылки, которые вызывают некоторые вопросы. Например, пудра МММ или немножечко бандитского Петербурга. У нас есть кольцо Брат. У нас, мне кажется, про Бригаду тоже что-то есть. Короче, Новый русский тон, по-моему, называется. Понятно, что аудитория вроде как подростковая. Мне кажется, они вообще, ну, то есть у них нет ассоциации негативных. Именно у той аудитории, которая реальная аудитория, мне кажется, у них нет ассоциаций плохих. Я просто не отношусь к этой аудитории, я уже немного постарше. Я не жила в 90-х, но для меня это вызывает вопросы. При том, что на этапе анонса коллекции, мне казалось, ух ты здорово, там можно будет сделать классный ностальгический вайп. И классные какие-то сочетания цветов. И сочетание цветов действительно здесь есть интересный, такой холодный серый, бордовый. Также очень трендовый. Ну, осенний такой, кстати. Да-да-да, трендовый очень есть оттенки. Это бордовая тушь, бордовая подводка, бордовый гелевый карандаш. Это всё довольно актуально. Но при этом большинство текстур мне показалось сильно вдохновленными первоисточником, так сказать. Короче, если вы большой фанат эстетики 90-х, включая именно тот макияж, который тогда был популярен, наверное, можно присмотреться. Но глобально я этим запуском осталась недовольна. Он у меня оставил неприятное послевкусие. Если честно, мне немного обидно за Марину Лакшес, которая... Да, я согласна. Которая классная, которая замечательная, амбассадор, которая, уверена, долго этого ждала, которая супердостойна быть амбассадором. И, конечно, хотелось бы, чтобы, во-первых, коллекция её личности больше соответствовала, и её эстетике макияжа. Да, чтобы этот мэйдж был какой-то более плотненький, да. И здесь как-то не совсем. А во-вторых, чтобы с ней ассоциировалась удачная коллекция Beauty Bomb, но пока из того, что, мне кажется, она вряд ли будет уже очень хитовой. Ну, может быть, за счёт того, что это Марина, и у неё есть своя аудитория. Ну, раз и у Марина аудитория 16 лет. Короче, напишите, что вы думаете об этом запуске. Мысли неоднозначны, будут интересно пообщаться. Неоднозначны, мне не нравится. Ну, короче, Beauty Bomb и Beauty Bomb. Приходишь в Магниты, и там вот всё это новое всё время есть. И, ну, не знаю, мне кажется, кажется, у них всегда не супер-мега-вау. У них есть какие-то отдельные, точечные прям продукты, к которым можно присмотреться. Но это прям вот надо вот... Как в секонд-хенд приходишь, и нужно найти им как будто что-то классное. А как тебе то, что из предыдущей коллекции RomCore за 39 рублей карандаши для губ продаётся? Ну, почему нет? Я знаю, купила. Да. Ну, не знаю. Вся вот эта эстетика 90... Мне кажется, это не та эстетика 90, которую бы я хотела видеть, если бы... Это вот 90 же, это же не только это. Это не только Новые Русские, не только Перестрелки, не только Бандиты, не только ММ. Да, да, да. Ну, я не скажу, что меня как-то коробят эти названия. Ну, короче, хайп и хайп. Люди на чём только не хайпуют. Это страшно, как будто бы... По крайней мере, о них говорят, это правда. Да, цель как будто бы достигнута. Да. Мало кто знает, но у Beauty Bomb, кроме этих регулярных лимиток, есть также постоянная коллекция. Я вообще ничего о ней, если честно, не знаю, потому что как будто бы всем на неё всё равно. Напишите, если я не права, в комментариях. Обычно все как-то на лимитке смотрят. Ну, в общем, вышло пополнение к регулярной коллекции Beauty Bomb. И вот оно, как ни странно, довольно интересное, потому что мы снова видим здесь тинты, и снова мы видим тинты в кремовой текстуре. Они называются Scream Tint. Это матовые? Вот я не совсем понимаю, как будто бы они матовые, но кремовые текстуры. То есть это что-то типа как холика-холика блюрящие тинты, по крайней мере, я это себе так... Полустойкий, полуглянцевый финиш. Полуглянцевый. Короче, это бы я в целом попробовала, потому что это вот эта вот, мне кажется, актуальная корейская история. Но из-за того, что у меня, ну, сомнительные отношения с брендом Beauty Bomb пока, и у меня плохое послевкусие после вот этого вот... 90-как. ...запуска Hooligans, мне пока нет желания их покупать, но в целом, мне кажется, продукт как минимум интересный. У Clorans появился новый оттенок масла для губ, лимитированные оттенки, и одно чёрное, другое белое, и то, которое чёрное, как будто бы, ну, вот, в духе фэнти-блеска, который мы разбирали, который чуть-чуть как бы губы затемняет, А тебе не кажется, что вот чисто по свочу он какой-то винный или чёрный? По свочу где? На губах? На губах, да. Ну, мне кажется, что чёрные блески, они всегда примерно так сводчатся. Ну, в общем, я не скажу, что это прям что-то экстра необычно интересное, но почему бы и нет? Ну, прикольно. Если ты любишь продукты для губ от бренда Clorans, то это хороший эксперимент. Согласна. И запуск, мне кажется, хороший, типа, актуальный. Ну да. Ещё посредством для губ бренда Glowmy, нашего российского бренда, должен выйти пептидный бальзам для губ в модном оттенке. Совсем не похоже ни на что. Но зная бренд Glowmy, который специализируется на продуктах для губ, и я так понимаю, что они у них хорошо заходят, кажется, что и этот продукт классно зайдёт, потому что сочетание позиционирования бренда, модного оттенка, и всем будет всё равно, что это похоже на роут. А мне кажется, это даже хорошо, что похоже на роут. Ну, я вижу, что никто не будет говорить, ага, она сделала как роут, мы не будем это покупать. В отличие, кстати, от Jig, который сделала как роут. Мне кажется, если никто не будет хайс, все просто купят. Честно, я бы купила. Я бы купила, да. Я, честно говоря, куплю. У меня высокая лояльность к бренду Glowmy, мне очень нравятся их масла для губ, которые сейчас существуют, и у масла для губ тоже будет расширение линейки, там как раз появятся такие осенние оттенки, там тоже будет что-то типа винное, что-то такое более нюдово-приклушённое, потому что сейчас оттенки такие немножко розовые, свежие, что тоже столько, вот они расширяют сейчас линейку. Я бы взяла и новые оттенки масел, и вот эту пептидную штуку тоже. Да, ну, у меня было масло, ну, в целом есть масло от них, оно мне понравилось в целом. Я бы не сказал, что это идеальная упаковка, идеальный вот этот аппликатор. А у тебя старый запах? Я не знаю, как понять. Как у тебя выглядит аппликатор? Вот как вот эта лапка у... А, это новая, как у Clorans, лапочка. Да, да. Мне понравилась лапка, потому что у них до этого был такой более похожий базовый лапка, у которой выемка посередине, такая большая. А, ну, так, я не знаю, ну, так. Ну, короче, мне нравится то, как сейчас выглядит вот актуальная упаковка у них, и мне нравится этот аппликатор, что он для меня не слишком большой, в отличие от предыдущей версии. Мне нравится... Ну, что вот мы предыдущие, как раз у меня большая версия, которая велика мне. Мне всё нравится, это мой хороший ежедневный продукт. Я когда не крашусь, я по-любому нанесу какое-то это масло, потому что у меня... У меня мой любимый оттенок это Crystal Pink, и он на многих выглядит прозрачным, но на мне он даёт хороший розово-тёпленький оттенок, на меня, на бледненькую. Да-да-да, он просто чуть-чуть освежает, губы при этом увлажняются, мне действительно очень нравятся уходовые свойства этой штучки. В общем, у меня правда высокая военность к бренду, я рада, что ребята развиваются. Ой, так активно они развиваются ещё. Ну, я буду пробовать их новинки 100%. У бренда Beauty Drugs появились бальзамы для губ. Написано, что это тающая формула, предполагаю, что это та тающая формула, которая очень тающая. Ну, потому что обычно так пишут про то, что прямо такое жиро-неколажащееся. Но губах выглядит, мне кажется, достаточно интенсивно, то есть видно прям оттенки, и здесь сколько, 4 цвета? Да, 4 цвета, один из которых чёрный. Вот меня опять смутил чёрный оттенок, я когда увидела... Потому что он розовый, да. Потому что он розовый, я думала, ух ты, будет чёрный, и он не чёрный, и у меня даже есть некоторое подозрение, что это вот не затемняющий, а это именно, что проявляющий опять пиаж кожа. А, что это пиаж? Потому что, ну, очень какой-то интенсивный цвет. Ну, похоже, по цвету похоже. То, что получается на губах, похоже, да? В целом, как бы, я немножечко подустала от этих бальзам-кликеров, да, но из-за того, что здесь такая хорошая цена... Это что-то не кликер как бы. А, ну, когда он может выкручиваться так медленно просто. Ну да, типа как Роман, бальзамчики такие тающие. Кстати, Роман бальзам мне не понравился. А который такой, типа, тающий бальзам, он у меня застревает на шелушениях. Я вообще не поняла. Короче, у меня как бы-то не закрыт еще гештальт по этим бальзамчикам. С Романдом, да, с Романдом. Потому что всем нравится, а мне нет. Я бы в целом попробовала, но, наверное, если подвернется по скидке или если я увижу какой-нибудь очень хороший отзыв на какой-то конкретный цвет. Мне кажется, что бренд Бьюти Дракс раньше был какой-то более люксовым условно или какой-то более профессиональный. А вот это не похоже на какой-то проф. Или, ну, просто такая обычная упаковка. Как-то все. Само позиционирование достаточно простенькое какое-то. Мне кажется, раньше они что-то интереснее делали. Знаешь, учитывая, что у них в Золотом Яблоке и на других площадках продаются все еще и хайлайтеры, которые стоят, типа, 2000 рублей. У меня есть подозрение, что у них просто какая-то подлинейка, которая более бюджетная. Но они в таком случае не очень справились с позиционированием и донесением этой идеи до аудитории. Потому что я тоже не поняла. Думаю, о, Бьютик Дракс, 650 рублей. Подождите, что? Но, то есть, я как будто бы сначала привыкла к тому, что Бьюти Дракс... Это дорого. Это дорого, да. Мне нужно было несколько смириться с этим. Можно подумать, прежде чем купить, да? И я вроде уже с этим смирилась. И тут какой-то переворот позиционирования. Это произошло у меня еще на вот этих вот румянах. Они выходили зимой. Классные румяна. Продаются везде. Мне они понравились. Но здесь очень простенькая упаковка. И стоимость здесь тоже в районе, там, 500 рублей. Короче, я запуталась. Если вы понимаете, напишите в комментариях. Напишите в комментариях, что из этих новинок вам понравилось. Что вам захотелось купить, что не захотелось. Не забудьте, пожалуйста, перейти к Маше на канал. Ссылка внизу в описании. И в Телеграм тоже приходите. Везде приходите. Сейчас, если такое в мире происходит, то лучше везде подписаться. Спасибо большое вам за просмотры, что поболтали вместе с нами. С вами были Маша и Наташа. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok